Русская православная церковь В крупнейшие центры православного богословия Европы Мы посетили те страны, где есть крупные православные учебные заведения Фактически мы посетили другие поместные церкви Мы начали с Польши, затем была Словакия, после этого Сербия, Греция, Болгария, Умения Я знаю, что Вы любите ездить в разные поездки Откройте секрет, кому принадлежала идея самой поездки? И какой смысл вообще в этой поездке, кроме развлечения? Идея, конечно, была общей Мы все сейчас на данном этапе реформирования духовного образования Столкнулись с проблемой, каким образом те модели образования, которые существуют Которые разрабатываются, которые уже разработаны в том числе в нашей церкви Воплощать в жизнь Каким образом те нормы международного образовательного пространства Российского образовательного пространства Которые существуют в других университетах Которые существуют в светской системе Воплощать в нашей системе И мы увидели, что ведь есть значительное количество Большое количество, в общем-то, большинство православных учебных заведений в мире Которые уже перешли так или иначе на эту модель И речь идет о, скажем, да, в некотором смысле о баллонской системе Но не совсем, речь идет о создании собственной православной модели образования На основе принципа баллонского процесса И о применении этой синтетической, такой вот, может быть, компромиссной модели Компромиссной между принципами баллонского процесса и нашими традициями В новой модели образования Дело в том, что по этому пути пошли все православные учебные заведения в Европе И нам было важно увидеть, как они это сделали, как они этого достигли И, собственно говоря, узнать, получить этот опыт Мы и поехали Поэтому это было общее решение духовных академий Оно нашло поддержку святейшего патриарха Который благословил нашу поездку, полностью ее поддержал И, собственно говоря, и предприятие это было коллективным, таким межакадемическим И в ней приняли участие, соответственно, представители основных наших духовных школ Кто, кроме вас, тогда участвовал в этой поездке? Я в этой поездке выступал в двояком статусе Я представлял, с одной стороны, учебный комитет С другой стороны, общецерковную аспиратуру и докторатуру А вот также вместе со мной путешествовали представители Киевской духовной академии Проректор Академии Владимира Викторовича Бурега Секретарь ученого совета Санкт-Петербургской академии Протарей Кирилл Копейкин И помощник ректора Московской духовной академии Радиакон Радион Ларионов То есть это те люди, которые должны будут быть локомотивами Этого перехода православных заведений Русской православной церкви учебных На вот эти рельсы Балонской системы Совершенно верно, да И это соответствует той установке Которую нам дал Святейший Патриарх Чтобы в каждом духовном учебном заведении Которое переходит на новую модель Было несколько людей Которые бы понимали суть происходящих процессов Глобальный, так скажем, контекст образовательный И то, каким образом Ту модель, которая уже разработана В рамках Русской православной церкви Можно применять в наших духовных учебных заведениях То есть это люди, которые должны понимать Смысл преобразования Которые должны понимать, каким образом Эти преобразования воплощать в жизни Каждой конкретной духовной школы Мы исходим из того, что Каждая духовная школа имеет свои традиции Свои особенности И поэтому универсальных правил Единых правил для всех быть не может Есть общие принципы Которые должны применяться на месте Конкретно, исходя из конкретной ситуации Поэтому должны представители Каждая духовная школа О православной богословской науке Мы говорим исключительно сейчас О православных учебных заведениях И о православном богословии То таких флагманов выделить очень сложно Ну, может быть, я бы выделил Это мое личное мнение Я бы выделил, наверное, Свято-Владимирскую семинарию Как образец успешной реализации И образовательных моделей И образовательных моделей Которые приводят к созданию К росту, так скажем И богословской науки, соответственно У нас-то часто так, что бывает Что богословская наука Она растет независимо от системы Духовного образования Иногда даже вопреки системе Духовного образования А вот Свято-Владимирская семинария Это как раз То есть это ваше следующее поездки Я так понимаю, правильно? Ну да, это отдельно Это пока еще в планах, конечно, не стоит Но мы общаемся, безусловно, И с ректором, с деканом Вернее, Свято-Владимирской семинарии Мы общаемся с преподавателями Очень интенсивно И у нас в Свято-Владимирской семинарии Отдельный проект О котором можно будет сказать И сегодня Проект создания агентства по контролю По проверке качества В области православного образования Все православные? Все православные Это глобально, но только европейское Это и проект, который будет включать в себя Православные учебные заведения И за пределами Европы Речь идет о чем? Речь идет о том, что Современная система образования В принципе образования В глобальном измерении Она нуждается в механизмах контроля Эти механизмы должны быть независимы С одной стороны А с другой стороны Они создаются самими учебными заведениями Которые сами заинтересованы В таких механизмах контроля Такие механизмы создаются на уровне региональном И на уровне дисциплинарном Например, в отдельных странах Сейчас практически в большинстве стран Существует национальное агентство По контролюмам качества в области образования Это вроде ВАКа? Это не ВАКа Это принципиально другое учреждение У которого совершенно другие функции Функции заключаются в том Чтобы проводить независимое Тестирование, независимую оценку Учебного заведения По целому ряду параметров Когда проверяются программы Проверяются процедуры Преподавания предметов Когда проверяется соответствие Требованиями стандартного количества Профессоров, преподавателей Когда проверяются в целом Учебное заведение То есть целый ряд параметров И такие агентства действуют Как правило Независимо от государства И от учебных заведений Хотя они, как правило Опять же, финансируются государством Но функционируют именно Как независимое учреждение В них входят представители Самих университетов Конечно, они не тех, которые проверяют Как правило, входят коллеги Тех профессоров, которых проверяет Это агентство Из других университетов Идея такая, что это агентство Является с одной стороны Учреждением, которое поддерживается Самой университетской средой Университетским сообществом Но с другой стороны Осуществляет функции Независимого и неупрежденного контроля Ваша идея создать православные Нет? Совершенно верно Тем более, что аналоги уже существуют Как я сказал Есть региональные агентства А есть дисциплинарные Например, существуют ассоциации Богословских школ Неправославных богословских школ Которые эти ассоциации проверяют Скажем, богословские учебные заведения Такая ассоциация Такое агентство существует в Америке Очень успешно действует Она проверяет как раз Богословские учебные заведения Разных конфессий В том числе Свято-Владимирскую семинарию кстати говоря. И у нас идея возникла, у нас возникла эта идея, когда мы встречались, когда было совещание представителей нескольких духовных семинарий в Финляндии, в Юэнсу, и, собственно говоря, со стороны Русской Православной Церкви была выдвинута эта идея, давайте мы создаем агентство, которое бы охватывало православные учебные заведения в глобальном таком измерении, куда бы вошли и духовные учебные заведения Русской Православной Церкви, Европейские Православные, заведения американские, та же самая Свято-Владимирская, Свято-Тихоновская семинария. И модель, которую мы предварительно предложили, была бы такая, что это должен быть независимый орган, который вырабатывает определенные критерии оценки учебного заведения, в которой учебные заведения делегируют своих представителей, соответственно, компетентных, выполнять задачи данного органа, данного агентства. И этот орган проводил бы общую оценку учебных заведений, оценивал по понятным для, скажем, мирового такому измерения, опять-таки, критериям. И это позволяло бы проводить внутреннюю аккредитацию, скажем, учебных заведений, внутренние признания. Тогда каждое учебное заведение православное видело бы, чем является его партнер по вот этой сети православных учебных заведений. А с другой стороны, это помогало бы православным учебным заведениям в целом получить признание со стороны больших университетов и, скажем, университетских сообществ. Я еще раз хочу сказать, что, во-первых, мы не говорим о переходе на баллонскую систему. Баллонской системы не существует. Есть единое пространство. Вообще нет. Ее нет. Есть баллонский процесс. То есть это выдумали журналисты, как всегда. Конечно, да. Это популярное мнение. Есть баллонский процесс. Есть некий процесс, в котором свободно, добровольно принимают участие университеты, учебные заведения, и который позволяет учебным заведениям понимать уровень образования у партнеров с тем, чтобы устанавливать партнерские взаимоотношения, соответственно, с другими учебными заведениями. И для нас поэтому очень важно установить такие взаимоотношения в рамках данного процесса, в рамках вот этого пространства, которое формируется, единого пространства образовательного, такие партнерские отношения с нашими православными собратьями, прежде всего. Для нас это приоритет. И как раз для нас-то сейчас мы имеем уникальную возможность установления более систематических, более продуманных отношений. И более продуктивных. И более продуктивных, безусловно, с другими учебными заведениями. До сих пор, православными учебными заведениями, до сих пор, в общем-то, это взаимоотношение с, скажем, сербскими, болгарскими, румынскими, греческими учебными заведениями, факультетами, семинарами, семенами и так дальше, носила очень такой спонтанный, спорадический характер и не всегда продуктивный. Более того, ведь они отказываются принимать наших студентов в магистратуру. Это одно. А второе, когда приезжали студенты от них к нам, они приезжали в непонятном статусе и уезжали туда в непонятном статусе. Так что их образование, полученное здесь, оказывалось непризнанным там. Например, студент, который приезжал, а закончил Московскую духовную академию в Сербию, независимо от того, он защищал кандидатскую работу или он защищал дипломную работу, он заканчивал семинарную академию, там он признавался в любом случае как магистр. И в той системе все достижения этой системы нивелировались, именно потому что не было соответствия между уровнями той системы и этой системы. Это если так себе представить, вот некий такой, скажем, такая пещера, в котором множество всяких ходов. И находясь на одном уровне в этой пещере, ты идешь-идешь, непонятно на каком уровне оказываешься в следующем выходе. Сейчас мы говорим о том, что мы создаем понятную систему, когда понятно, кто на каком этаже находится. Вот. Вот если... Вы делаете пещеру прозрачную? Мы делаем из пещеры дом такой, да, многоэтажный. Многоэтажный дом без лифта, только с лестницами. Многоэтажный дом, в котором понятно, кто на каком уровне находится. Если человек, например, находится на первом этаже в одном крыле дома, переходит в другое крыло дома, он тоже оказывается на первом этаже. Он должен подняться на этаж выше, и этот этаж будет одинаковым и для одного крыла дома, и для другого. То есть идей... Тот опыт, который Вы приобрели во время поездки, дал возможность увидеть какой-то новый вариант решения этой проблемы? Ну, наша поездка подтвердила те выводы, к которым мы пришли и раньше, что нужно очень четко различать между кандидатской диссертацией и докторской. И в новой системе докторская диссертация должна соответствовать международным стандартам, тому, что мы называем PHD. Это философия универсальной степени, которая дается тоже в области богословия. Все православные учебные заведения перешли на эту степень. Для всех существует единственный стандарт докторской работы, это вот PHD. И то, что мы называем сейчас кандидатской работой, в большинстве случаев соответствует магистерской работе в новой системе. И в своих системах некоторые учебные заведения имели кандидатские степени, которые сейчас приравнены к магистерским степенам. С понижением статуса, естественно. То есть с понижением объема, требований к работе. Не всегда. Иногда, по большому счету, наши нынешние кандидатские работы соответствуют стандартным, хорошим магистерским работам в западной системе. Но не более того. Но не более того. Как правило, не более того. Конечно, дело в том, что у наших работ очень большой диапазон. У наших работ от слабеньких дипломных работ до хороших докторских. И это создает дополнительную... Наши докторские все-таки часто, ну, по крайней мере, по требованиям, которые к ним предъявляются, они же выше, чем PHD. Тоже по-разному. Тоже по-разному. Если мы берем формальные требования, это одно. Если мы берем по факту то, что происходит, это другое. И все-таки очень многие церкви, особенно те, которые существуют, так сказать, из прошлого, из социалистического блока, у которых была степень докторской работы, у которых были ваки, у которых был так называемый большой доктор. То есть, соответствующий нашим требованиям вакурским докторской работе, у которых были кандидатские работы, перешли к тому, что... Я немножко обобщаюсь и систематизирую, что должна быть единственная степень докторская, PHD, должна быть магистерская степень, которые сейчас... То есть, те, кто раньше писал кандидатскую работу, сейчас пишут магистерскую работу на том же уровне. Вот. И те, кто хочет написать полноценную диссертацию, те пишут докторскую работу по требованиям PHD. Существует в нескольких церквах, например, скажем, в польской церкви, например, существует хабилитация. Это аналог немецкой хабилитации, хабилитационного доктора. Это немножко другой уровень, чем просто докторская работа. Но это элемент немецкой системы, которая сейчас тоже ищет свое место в новом Волонском процессе. Вот. Потом существует, например, тоже понятие малого доктора и большого доктора, как, например, в болгарской системе. Но они до сих пор не могут понять, чем отличается малый доктор и большой. Они оставили это из советской системы, как рудимент советской системы, но они не понимают, куда вписать этого большого доктора. Это переходный период. Это то же самое с ВАКом. В Болгарской церкви и в Болгарии в целом до сих пор остается ВАК как институт. Но вот в следующем году, в 2011 году, будет принят закон, новый закон об образовании, который, очевидно, упразднит ВАК как институт в целом. То есть ВАК как раз он противоречит самой логике Болонского процесса. Вместо ВАК в Болгарии, в частности, создано государственное агентство по контролю за качеством образования, то, о чем мы говорили. И оно в том числе контролирует богословство учебное заведение. Отец Кирилл, можно такой провокционный вопрос? Вот звучит это все, конечно, очень увлекательно, то, что вы говорите. Кажется, что вы несколько человек, группа, которая участвует в этой поездке, такой флагман русских православных учебных заведений. Но вам не кажется, что вы страшно далеки от народа, что вот эти все ваши преобразования, эти идеи, они будут встречать такое сопротивление существующей традиции. Будут говорить, что вот вы такие реформаторы, что вы хотите все зачистить, построить что-то новое. Но при этом существует профессорская корпорация, которая большинство, в общем, люди пожилые, при этом уважаемые профессора, которые сохранили вообще богословское образование еще в советское время. И их ученики, которые будут волей-неволей становиться вам в оппозицию. Потому что не все готовы принять такую интеграцию в Европу. Ну вот я прежде всего хочу сказать, что мы интегрируемся прежде всего в пространство православного богословия. То есть мы заинтересованы в развитии отношений с сербами, болгарами, греками, румынами и так дальше. И то, о чем вы говорите, безусловно, такие опасения существуют. Безусловно, мы понимаем, мы должны быть реалистами. Что очень сложно будет вот эти прекрасные идеи и модели воплощать в жизнь. И, наверное, я лично был намного большим пессимистом по поводу перспективы воплощения новой модели до поездки. Вот сейчас мы поездили и после этих визитов увидели, что та же самая ситуация была везде. Мы не исключение, мы не какие-то особенные, мы такие, как все. У нас такие же проблемы сейчас, с которыми сталкивались все эти учебные заведения, без исключения. Мы все, большинство этих учебных заведений вышло из советского лагеря, социалистического лагеря, с этим всем наследием. Они были замкнуты в гетто, вот как богословие, как православное богословие. Они вынуждены были ориентироваться на государственные модели, на те требования, которые выдвигали сначала со стороны светского государства, в то время коммунистического, скажем, социалистического, ориентируются на те требования, которые выдвигает к ним государство уже новое. они сталкиваются с той же самой проблемой сопротивления со стороны профессорского преподавательского состава, непонимания со стороны профессоров, непонимания со стороны студентов. Все то же самое. Но вот после этой поездки я, по крайней мере, убедился, и мои коллеги убедились в том, что на самом деле все это не так страшно. Все это можно преодолеть, и в конце концов можно прийти к работающим новым моделям, потому что за несколько лет все эти духовные учебные заведения вступили в этот процесс, намного раньше нас, некоторые намного, некоторые совсем недавно. И все это прекрасно заработало. Конечно, везде свои сложности, везде свои проблемы, и не везде одинаково воплощается все это в жизнь, и этого не должно быть. Унификация не должна быть в рамках этого процесса, в рамках этой системы. Но мы увидели, что альтернативы этому пути нет, потому что если мы сейчас останавливаемся, если мы не движемся в этом направлении, то мы просто останемся далеко в прошлом. Мы уже опоздали, русская православная церковь последняя входит в этот процесс. У нас есть шанс учесть ошибки. Но у нас есть, да, совершенно верно. Если мы будем двигаться, а если мы не будем двигаться, то тогда эти ошибки чужие будут нам бесполезны. Мы останемся просто в XIX веке, это даже не XX век. Скажите, а вы упоминали, что есть шанс, вот этот баллонский процесс, он позволяет сохранять эти локальные местные традиции. А вот вообще вопрос о традициях образования, в том числе русского православного образования. А есть ли это традиция, или это миф? Нет, безусловно, традиция есть, конечно. Как она есть в каждом учебном заведении православном. Где бы мы ни были, нам везде говорили о тех традициях, которые существовали. То есть вот переезжая из университета в университет, вы чувствовали разницу традиций? Нет ни одного похожего университета. Можно какие-то конкретные? В чем выражаются? Во-первых, я хочу сказать о том, что везде существуют свои традиции. И везде эти традиции уважаются, чтутся. Каждый университет, в котором мы были, они говорят, да, у нас были, у нас прошлое, славное, у многих университетов свыше 100 лет истории и так дальше. И у факультетов, соответственно, православных. И мы не можем просто все это сбросить со счетов, обнулить и вот начать с чистого листа. Это невозможно. Поэтому каждое учебное заведение вынуждено было синтезировать собственную модель интеграции. Интеграция в единое образовательное пространство и взаимная интеграция, взаимодействие между собой. Потому что я хочу сказать, что каждое учебное заведение уже в новой системе, в Болонской, в рамках Болонского процесса, оно интенсифицировало взаимоотношения с другими партнерскими православными учебными заведениями. Уже как бы создан такой нетворк, сеть между православными учебными заведениями, куда мы только пытаемся войти. Но мы можем войти только если мы сами изменимся, если мы перейдем на новую модель. Так я к чему? Что в рамках этой сети каждое учебное заведение уникально, не похоже друг на друга. И на уникальность этого учебного заведения влияет следующее. Во-первых, желание перестроиться, реформироваться, встроиться в это общеобразовательное пространство. С другой стороны, понимание отдельное, особое понимание каждым учебным заведениям того, чем является баллонский процесс. Каково место православного богословского образования в этом процессе. Мы встречались с людьми, которые отвечают за эту интеграцию, отвечают за реформирование. И у каждого свое видение, свой взгляд. И это нормально, потому что баллонский процесс не предполагает унифицированного единого взгляда на то, чем является сам баллонский процесс. Это вопрос интерпретации, личного восприятия. Восприятие в том числе преломлено через традицию, через особое осмысление, осмысление особой роли православного богословия в рамках вот этой системы. Второй фактор – это исторические традиции, которые существовали в каждом конкретном учебном заведении. Они не отказываются от своих исторических традиций, они их инкорпорируют, интегрируют в эту новую модель. И третий фактор – это безусловно требования со стороны государства. Потому что в рамках баллонского процесса каждое государство адаптирует собственную модель развития и образовательную модель. И, соответственно, эта модель переносится на учебные заведения, что позволяет им быть признанными в рамках государства. Все учебные заведения без исключения, они признаны государством, аккредитированы государством. И они аккредитированы также в рамках европейского пространства. И это позволяет им взаимно признавать друг друга и увеличить мобильные взаимоотношения между собой. Ты сказал, финансирование этих учебных заведений осуществляется за счет церкви или все-таки есть государственные финансы? Это правило исключительно за счет государства. Признание и интеграция этих учебных заведений в государственные системы позволяет им требовать от государства финансирования. Государство, в общем-то, полностью обеспечивает без исключения все учебные заведения. Дед Скирилл, я не сомневаюсь, что на местах Вы бы рассказали и о тех проблемах, с которыми столкнулись при переходе на новую систему. Какие основные подводные камни этого нового процесса? Да, подводных камней, безусловно, много и очень много проблем. Эти проблемы связаны... Главное, на что жаловались, это редуцирование основного курса богословия в рамках баллонского процесса. Большинство стран европейских перешло на баллонский процесс по схеме 3 плюс 2, когда 3 года отдается бакалавриат и 2 года выделяется она в магистратуру. Трех лет недостаточно для получения базового богословского образования, и многие учебные заведения на это жаловались. Поэтому в некоторых учебных заведениях университеты договорились с государством, что бакалавриат будет длиться 4 года. Например, для фундаментального богословия, например, как в Румынии, там богословское отделение, богословский курс, ему дана возможность преподавать богословик в течение 4 лет, что является исключением из правила. И считается, что 4 года достаточно, 4 лет достаточно для того, чтобы обладать базовым курсом. В рамках общей баллонской парадигмы, когда 3 года в основном выделяется на бакалавриат, этого, в общем-то, недостаточно. На это жалуются не только православные учебные заведения, на это жалуются и богословские учебные заведения и других конфессий. В частности, в Германии, я вот сколько общался тоже с представителями богословских факультетов немецких университетов, у них одна и та же проблема. Для нас слишком мало трех лет для получения базового богословского образования. У нас, к счастью, этой проблемы нет, потому что у нас 4-летний бакалавриат, и это предусмотрено общей государственной системой. Поэтому для нас эта проблема, которая является основной для других православных учебных заведений, для нас этой проблемы не существует. А все-таки богословский процесс предполагает и несколько иные методологические подходы? Вот, с этим тоже проблема. Я думаю, что это будет основная проблема. Новые подходы к образованию, к обучению не во всех учебных заведениях православных за рубежом, которые мы посетили, понимают эту проблему. Во многих учебных заведениях методы остались прежние. То есть методы – это вещание с кафедрой. В некоторых случаях, к сожалению, бывает так, что формально подходит к самостоятельному образованию. Вот, остаются прежние формы. Но смысл-то в том, что жертвуют лекциями ради чего-то другого. Некоторые университеты достаточно радикально к этому подошли. Например, в румынских университетах, на богословских факультетах основной формой обучения является семинар. Например, студент не обязательно должен посещать все лекции. Студенту могут простить, если он не уходит на лекции. В конце концов, он может почитать учебник. Но, если студент пропускает семинары, он не допускается к экзаменам. А что с вами представляет этот семинар? Вам удалось побывать на семинарах? Да, но есть по этому поводу идеи. Семинар – это форма самостоятельной работы студента. К семинару студент готовится. Условно говоря, семинар, например, по какому-нибудь гимну Григория Богослова. Святителя Григория Богослова. Студент готовится к этому семинару, читает гимн определенный, заданный преподавателем. Дальше, во время семинара, преподаватель вместе со студентом читает этот текст. Студент рефлектирует, что-то думает, как-то реагирует на прочитанное. Преподаватель ему корректирует. Но основа – это работа самого студента. И вот это является основной формой в некоторых университетах обучения. Переучить преподавателей очень сложно. Перевести их на новые методы преподавания. Можно только показать. И вот Святейший Патриарх благословил начать осуществлять такой проект переподготовки преподавателей, когда наиболее, скажем, способные, молодые, может быть, преподаватели, важно очень знание языков, будут направляться на краткие курсы, на краткую стажировку, краткосрочную стажировку в другие учебные заведения, где все эти новые формы работают. И в этих учебных заведениях они смогут воочию увидеть, каким образом ведется преподавание по новым методикам. Для того, чтобы потом применять, соответственно, увиденное у себя в учебных заведениях. Смена отношений преподавателей-студентов. Это новая парадигма, безусловно. Вообще другое мышление. Конечно. Отношение отношения. Но есть еще другой вопрос. Ведь вы можете читать лекцию для ста студентов, но вы не сможете проводить семинар даже с двадцатью студентами. Безусловно. Но в большинстве школ, которые мы посетили, достаточное количество преподавателей на то количество студентов, которые необходимо охватить семинарами. Тескер, можно делать вопрос в лоб? Да. Подумайте, готова ли сегодня русская православная церковь к тому, чтобы вложить существенные финансы в переход на баланскую систему? Я не уверен, что нужны какие-то очень большие финансы для этого. Необходима смена парадигмы, необходимо изменение взаимоотношений. Я думаю, что если оптимизировать те финансы, которые существуют сейчас, оптимальных использовать разумно, то можно все сделать, можно перевести на новую систему. Вопрос даже не в финансах. Я боюсь, что если упрется вопрос в финансах, то тогда ничего не получится. Потому что я думаю, что вы знаете, что наш опыт показывает, что чем больше вливаешь в учебный процесс финансов, тем меньше отдачи, как правило, бывает. Потому что помимо инвестиций, нужно еще грамотно организовать работу этих инвестиций, денежных вливаний. Поэтому необходимы какие-то структурные изменения, изменения парадигмы отношений, прежде всего. Прежде чем заработать те деньги, которые, конечно, дополнительно потребуются наверняка. Но мы не знаем еще в каком количестве и насколько это будет оптимально. Я бы сказал так, что новая система духовного образования зависит в значительной мере, если не исключительно, от формирования новой культуры преподавания, взаимоотношений между преподавателями и учеником. Это именно культура. Это на уровне психологическом, на уровне ментальном. Это не на уровне техник, технологий и даже мотивации. Потому что мотивация, может быть, скажем, финансово очень серьезная, но это все равно не заставит преподавателя перестроиться, если у него не будет другой культуры преподавания. Действительно, но смена культуры, смена культурной парадигмы – это очень долгий процесс. Это не процесс одного, двух, трех, пятидесяти лет. Может быть, потребуется уйти нашему поколению, для того, чтобы появились те, которые смогут действительно во всей полноте понять красоту балансского процесса и будут способны вореваться. Но это будет, наверное, уже другой процесс. Но это все-таки духовное образование, там же важны отношения учителя-ученик. Вот это вопрос. Это еще и пастырское отношение, воспитание будущих священников. И если вот этот менталитет, эта культурная парадигма сменится, вы не боитесь, что у нас вообще разрушится вот эта преемственность пастырского воспитания? Это очень хороший, очень правильный вопрос, мне кажется. Речь идет действительно о том, что та культура взаимоотношений между преподавателем и студентом, которая формируется в стенах духовных школ, потом экстраполируется на приходскую деятельность воспитанников духовных школ. Есть ли здесь воспитываются отношения, что преподаватель – это такой жесткий ментор, который, так сказать, все контролирует, который только вещает, без того, чтобы слышать отзыв, реакцию со стороны студента, когда он не вникает в проблемы студента, который просто говорит, ты должен сделать так, так, и если ты не сделаешь так, то тебя ждет наказание. Ведь это же потом приходит на приходы. Ведь эти воспитанники потом таким же образом относятся к своим прихожанам. И отсюда у нас проблемы и младостарчества, очень такого пренебрежительного отношения священников к нуждам паствы. Отсюда и обрядоверие, если хотите, и фундаментализм, который растет. Корни этого вот здесь, в этой системе, которая сейчас сформировалась. То есть надо отменить бурсу, чтобы приходить к эфирам? Ее невозможно отменить. В смысле реформу. Здесь ничего невозможно отменить. Здесь речь идет о том, чтобы взращивать новую культуру. Если будет культура, другая отношение между преподавателем, профессором и учащимся духовных школ, учащийся будет видеть, как это все происходит, как к нему относятся преподаватели, то, что преподаватель действительно готов снисходить к нему, он видит его проблемы, он индивидуально с ним работает, штучно, поштучно, что называется. Это же потом отношение, этот семинарист будет применять и по отношению к своей пастре. Поэтому это прямой путь к изменению в целом, скажем, взаимоотношений между священниками и пастрой в нашей церкви. То есть, меняя систему образования, вы фактически меняете отношение к человеку? Ну, не я меняю, так скажем, а эти вещи взаимосвязаны, безусловно. Предполагается, что в рамках нового образовательного процесса появятся должности не вполне традиционные для нашей школы, например, тьютеры. Вот можешь поподробнее рассказать, что собой представляет тьютер на опыте православных учебных заведений, которые вы посетили? Да. Вы знаете, по большому счету у нас все это есть, просто у нас это по-особому работает. Тьютеры, скажем, практически та же самая инспекция. Но, извините, в обязанность нашей инспекции не входит курирование учебной, научной деятельности? Да, есть научные тьютеры, есть тьютеры по работе со студентами. Это две категории в такой мировой практике. Соответственно, одной категории у нас нет просто. Ну, у нас есть институт, скажем, как бы научных руководителей, классных наставников, которые, да, полноценного его нет, научного тьютерства. Есть тьютерство как бы по отношению к студентам, это инспекция. Ну, ее функция, в общем-то, заключается в том, чтобы держать студента в рамках. Оградить и наказать. Да, оградить и наказать, совершенно верно. Вот, это тоже как раз не способствует формированию хороших пастырей, потому что потом эту же модель пастыри начинают применять на приходе. Оградить и наказать. Ты вот делай то, 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 и будешь хорошей прихожанкой. Если ты будешь делать вот так, 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 я тебя накажу, там я тебя отлучу и так дальше. Это же модель взаимоотношений, да? Очень много есть голосов, которые говорят, что вот, в рамках новой модели мы отменяем вообще весь воспитательный процесс. Но между тем, о каком воспитательном процессе мы говорим? Мы говорим о процессе, когда наказать и оградить является, так сказать, основополагающим принципом этого самого процесса. Да. И, в общем-то, мне кажется, в большинстве случаев студент, я даже по себе просто помню, мы все, в конце концов, учили в семинариях. Ну, не все, к сожалению. Не выучили в университетах. Да, 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 ну, вам легче. То есть, если вспомнить, люди приходят в первый класс с ревностью, с таким желанием послужить церкви, послужить богословскому образованию, а потом их начинают, так сказать, обрабатывать. Таким образом, что весь воспитательный процесс заключается в отсечении того, что считается как бы ненужным, неправильным, неформатным в рамках учебного заведения. И человека действительно ограждают и ставят какие-то рамки. То есть, в человеке они возогревают вот это, как бы, желание, вот эту ревность, которая приходит в духовное учебное заведение, а этим импульсом, скажем, этой динамикой, с которой человек приходит, пользуется. И, собственно говоря, все построено таким образом, чтобы воспользоваться вот этой динамикой. Я бы привел такой аналог. Это как орган. Орган, куда накачивается воздух. Сам орган, как бы, воздух не производит. Нужно усилие, так сказать, извне для того, чтобы туда воздух загнать, а дальше это все расходится по трубочкам. Так вот, сама система, она не предусматривает того, чтобы накачивать вот этот воздух в нее, для того, чтобы вот этот импульс, скажем, духовного рвения, какого-то желания послужить богословию и церкви, его возогревать и увеличивать. Все направлено на то, чтобы либо как-то погасить этот импульс, либо его, как бы, вся система держится на то, чтобы формализовать. Да, и это, в конце концов, приводит к тому, о чем говорят, что вот на выходе после духовных школ оказываются там безбожники какие-то, люди неблагочестивые, неверующие и так далее. А все связано как раз с этой запретительной системой, которая здесь формировалась. Между тем, если мы говорим о реформировании духовного образования, то мы должны говорить и о реформировании воспитательного процесса, который должен заключаться как раз в том, чтобы помогать человеку формироваться как христианин в рамках духовного учебного заведения и возогревать в нем ревность. Не уничтожать, не глушить, не ставить какие-то рамки, а развивать. То есть это более конструктивный подход. Но нужно понимать, это, конечно, другой уже вопрос, что семинария во всех остальных учебных, во всех остальных церквях, в большинстве, в подавляющее большинстве остальных церквей, это система высшего среднего образования, не более того. Это сербская, это болгарская, румынская церковь, везде семинарии, там есть семинарии, это высшее среднее образование. Это то, что в лицее, существует в европейской модели, в американской high school. Дальше после этого можно поступать в университеты. Семинарии приходят в университеты, если хотите. Да, 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 везде, это везде. У нас только исключение, у нас семинарии, это самостоятельное учебное заведение после школы, которое дает высшее образование. Это, в общем-то, система, по большому счету, восходит еще католической церкви. То есть институт семинарий, я так думаю, я специально не изучал этого вопроса, но могу предварительно как-то свою оценку высказать. Мне кажется, что это изначально католический институт, который возник как раз в эпоху контрреформации, когда необходимо было держать людей в замкнутой среде, воспитывать их в соответствующих настроениях, чтобы они не поддавались действию реформации, с одной стороны. Но, наверное, с другой стороны, в условиях целебата, когда нужно просто очень жестко людей запрограммировать на целебаты, просто им нужно внушить, что это для них единственный возможный правильный образ жизни. И, наверное, только так можно институт целебатства, собственно говоря, сохранить, поставить людей в очень жесткую среду и их просто, как бы сейчас можно было сказать, переформатировать. Если тоже современные аналогии использовать, не на уровне программного обеспечения софтвера, а на уровне хардвера. И этому должна была способствовать семинария. Этот институт, собственно говоря, появился, пришел к нам тоже из Киева, безусловно, пришел в Москву, как раз из католической среды. И он оправдан, я не хочу сказать только потому, что он пришел из католической среды, он плох сам по себе. Но у этого есть какая-то своя предыстория, свои изначальные мотивы у этого института. Сейчас он вряд ли может существовать так, как он существовал еще в XIX веке, потому что просто общество другое, общество открытое. И взаимоотношения внутри семинарии, которые складываются у нас здесь сейчас, является тоже в значительной степени отражением тех отношений, которые складываются в обществе. Мы уже не можем создать такую жесткую, замкнутую среду. Мы должны на другое обратить внимание. Как людям научиться пользоваться той свободой, той открытостью, которая перед ними открывается. То есть мы сейчас не можем искусственно оградить людей от тех явлений, которые происходят в обществе. И это невозможно, с одной стороны, а с другой стороны, это неправильно. Потому что если люди потом выходят в общество, священники, из этой замкнутой среды, они оказываются не приспособлены к этому обществу. Они не умеют пользоваться инструментами, инструментами этого общества. Не умеют пользоваться открытостью, не понимают философии, скажем, этого общества. И оказываются вне вот этого дискурса, в котором живут их прихожане. Поэтому задача этой семинарии, мне кажется, сейчас не максимально оградить людей от влияния, так сказать, мира, а научиться их пользоваться тем, что дает мир отсеивать злой и пользоваться добрым, научить их ответственно относиться к свободе. Скорее, для этого сначала для его воспитателя. У него должен быть внутренний иммунитет. Совершенно верно. Речь идет о воспитании... Совершенно верно. Речь идет о формировании внутреннего иммунитета. Но иммунитет-то создается каким образом? Я не путем изоляции. Конечно. Человеку делаются прививки. А основой прививок является, в общем-то, к вирусу. Тут все очень тонко. Я боюсь, что человек, который перешагнул пару в церкви полугода тому назад, если мы сделаем легкое вливание какого-то очень близкого к его сердцу вируса духовного, он просто его изничтожит, моментально уповлетит. И примеров ухода из церкви более чем достаточно, в том числе и семинарской скампи. Конечно. Я, может быть, не очень правильно выразился по поводу прививки, но суть, как бы, смысл прививки в том, что организм должен вырабатывать антитела на тот вирус, который в него приходит. Этих вирусов у нас достаточно. Речь идет не о разрушении устоев, не о том, что там отменить инспекторскую службу и отменить воспитательный процесс. Это просто очень вульгарное представление. Это абсолютно неадекватное представление о том, что, наверное, должно происходить. И как раз опыт других поместных церквей, возвращаясь к вашему вопросу, опыт других поместных церквей показывает, что возможны другие модели. Вот мне рассказывают просто какие-то умилительные истории с отношением между преподавателями и студентами в Варшавской духовной семинарии. Как там выстраивается. То есть, если студент в чем-то там провинился, ну, словно говоря, его там нашли, что он курит, где-то застали. Его не отчисляют. Его вызывает к себе инспектор или ректор, как-то общается, разговаривает с ним, пытается ему объяснить, почему это плохо. То есть, создают другие мотивации. Не мотивация страха, а мотивация другая, более положительная, наверное, более христианская. Я не буду передавать... Я не знаю, как этот разговор передавался, как этот разговор происходил, но, по крайней мере, так, как мне это передавали, это было очень конструктивно и было построено на основании доверия между студентами и преподавателем. В такой ситуации, безусловно, студент не будет бояться человека в рясе. Вот как сейчас происходит, когда некоторые выпускники просто мне говорили, признавались, что после выпуска из семинария, я когда вижу где-то на горизонте человека в рясе, у меня инстинкт сразу куда-то спрятаться, убежать в сторону. Вот такого не должно быть. Это ведь не нормально. Отец Кирилл, если вот вернуться к более практическим вопросам, то Вы упомянули, что необходима грамотная организация всего этого процесса. Насколько я понимаю, на Западе есть отдельный специалист, менеджмент в сфере образования. Да. А Вы говорите о подготовке богословов все время, но если все будут богословствовать, а кто будет управлять? Нет, не все будут богословствовать, безусловно. Не нужно ли вводить вот эту специализацию, менеджмент в сфере духовного образования? Наряду со многими другими специальностями. Речь-то идет о том, что нам, безусловно, необходимо на каком-то этапе наше образование сделать более специальным. Должна быть база, безусловно, это бакалавриат, это семинария, четырехлетний курс, который должен быть общим для всех. Эта база ориентирована на подготовку священников. Мы сознательно, может быть, даже сужая нашу потенциальную, скажем, цель подготовки выпускников, но тем не менее на это идем, что мы готовим священнослужителей. Дальше на уровне магистерских программ, на втором уровне образования мы уже вводим специализации. Специализации и в области богословских дисциплин, готовим ученых, готовим преподавателей в области богослов. Мы готовим людей, которые умеют работать со специальными социальными группами на приходе в епархиях, на общецерковном уровне, с молодежью, с больными, с заключенными, с военными и так дальше. Для этого нужны специалисты. То есть человек, который прочитал одну-две статьи, человек, у которого есть свое собственное представление, как это нужно делать, не может заниматься этими вопросами. Нужна специальная профессиональная подготовка. И мы должны готовить на уровне магистратуры в наших учебных заведениях таких специалистов. И здесь же должны быть специалисты в области церковной дипломатии, в области менеджмента, не только в области образования, но и в области церковной жизни, менеджмент, скажем, больших структур. Все это разработано, все эти методики есть, их нужно просто сейчас применять в нашей церковной жизни. Опять-таки не для всех. Это должны быть люди, которые для себя изберут определенную сферу деятельности, которые потом смогут себя применить либо в епархии, либо в каком-то синодальном учреждении, либо в миру, в конце концов. Почему нет? Если он будет хорошим специалистом, работающим где-то в компании или в госучреждении, и будет при этом иметь богословскую базу, это же прекрасно. То есть мы создаем вот эти, так сказать, точки конвергенции и со светской системой, и с международным сообществом. И это как раз происходит на уровне магистратуры. Я бы такой пример иногда приложу, что на уровне бакалавриата, семинарии человек должен быть поставлен в определенной рамке. Он должен быть, ну, если хотите, сориентирован очень жестко в определенном направлении, в рамках традиции православной. Должен быть в каком-то смысле, так сказать, капсулирован в эту традицию. А вот на уровне магистратуры должно произойти открытие, размыкание этой системы. Человек уже должен по-другому немножко взглянуть на то, что ему преподавалось в семинарии, более творчески, более креативно, так, чтобы иметь возможность уметь применять эти знания, этот базис, полученный на уровне бакалавриата, в конкретных ситуациях, сложных ситуациях. Кирилл, насколько я помню, в богословственных факультетах, университетах, в Афинах, в Солониках, насколько я помню, в Бухаресте, подавляющее большинство учащихся – это девушки. Да. Потому что они востребованы в дальнейшем, как преподаватель закона Божьего, в государственных школах. Мотивация, как мы видим, несколько другая. Плюс, к тому же, это далеко не самые перспективные и не самые престижные факультеты в государственных университетах. И туда поступают, как правило, те, для кого закрыт путь на другие факультеты. Если эту же ситуацию перенести на нашу российскую реальность, что мы здесь увидим? Тоже мы будем принимать в наши семинары девушек? Нет, не обязательно. Не обязательно, но возможно. Если мы захотим туда. А в магистратуру? То же самое, почему нет? Дело в том, что, действительно, я сказал, что мы нашу семинарскую систему, наш бакалаврят, ориентируем достаточно жестко на подготовку пастырей. В этом смысле мы будем отличаться от остальных православных систем, где формируется сейчас в большинстве учебных заведений три направления. Первое направление – подготовка богослов и пастырей. Второе направление – подготовка социальных работников. И третье направление – как правило, это педагогика. То есть подготовка преподавателей в системе среднего государственного образования, в которой в этой системе существует закон Божий. И, собственно говоря, богословский факультет – это приоритетное место, не единственное, может быть, но основное место, где готовятся преподаватели для системы светского среднего образования. Потом социальные работники, которые могут работать в госпитале, в каких-то социальных структурах, в том числе государственных, и иметь богословскую подготовку. И, собственно говоря, те, кто будет дальше священником, в основном там учатся юноши, безусловно. Мы сейчас пока не применяем вот эту модель трех направлений. Для нас приоритет – это богословие. И здесь, может быть, да, конечно, у нас есть Регинская школа, у нас есть иконописные школы, у них своя специфика. Другие государственные факультеты. Они могут быть тоже как бы структурной частью духовных академий, как они сейчас являются, но мы тоже их выводим на уровень бакалавриата. Но они все равно являются каким-то, скажем, меньшей частью этой образовательной программы. Между тем, как в православных, зарубежных учебных заведениях иногда социальное направление и педагогическое направление занимают большую часть от всего. Потому что более востребовано. Потому что более востребовано, да. И, безусловно, для некоторых студентов это единственное место, куда они будут поступить по результатам единого государственного экзамена. Они в школах сдают ЕГЭ, и потом по результатам ЕГЭ поступают на факультеты, и имеют возможность поступить на факультеты в зависимости от рейтинга факультета и той оценки, которую они получили. В некоторых случаях, например, в Греции, студенты, получившие наименьшее количество баллов на ЕГЭ, имеют возможность поступить только на тот факультет, который самый низкий прийти где-то в богословском факультете. Это же ужасно. Это ужасно, да. Поэтому эту систему пытались изменить в Греции, если мы уж перейдем к каким-то особенностям национальных образовательных систем. Пытались изменить путем создания параллельной структуры высших богословских академий. И, кажется, это не совсем сработало, потому что это получился... Сперемент провален. Да, в общем, да. Получился клон факультетов. Богословские академии в Греции, например, совершенно не контролируются церковью сейчас. Никак. Вообще не контролируются. Вообще. Формально никак. Они являются государственными учебными заведениями, и церковь формально не имеет никакого влияния на эти учебные заведения. И это очень тоже отдельный вопрос интересный, взаимоотношения между богословским образованием и церковью. В каждой стране, в каждой поместной церкви эта проблема решается по-своему. Об этом мы с вами поговорим в следующий раз. Хорошо. Отец Кирилл, спасибо большое. Мы надеемся, что мы продолжим этот разговор на страницах наших изданий, может быть, в письменной форме, или еще раз встретимся. Обязательно. Более того, кроме слов благодарности отцу Кириллу, мне хотелось бы предложить нашим зрителям написать те вопросы недоумения, которые, я не сомневаюсь, в них возникнут, и в следующий раз эти с Кириллом на них, конечно же, ответят. Да. Читайте Богослову Богу. Продолжение следует...